Как выгнать из головы негативные мысли? Делаю задание, смотрю видео, читаю рекомендованную литературу, но голова кишит ненужными мыслями. Это абсолютно нормальный и естественный процесс. Нет смысла переживать. Вы только-только начинаете процесс глубокой трансформации. Поэтому наблюдайте за тем, что приходит вам в голову. Не пытайтесь от этого избавляться. Не пытайтесь с этим бороться. Просто наблюдайте. Для ума, для неконтролируемого ума, для эго, самым мощным и эффективным оружием воздействия является не сопротивление, а спокойное наблюдение, я бы сказал, в чем-то безразличное. То есть, если вы не обращаете внимания на хейтера, на человека или на попытки вашего ума контролировать вас, то постепенно он понимает, что бесполезно привлекать ваше внимание и успокаивается. Это также напоминает и собак, некоторых собак, которые много-много лают, но если на них перестаешь обращать внимание, их лайк прекращается. Поэтому действительно, ваши мысли, которых очень много и которые вам сейчас кажутся негативными, есть часть естественного процесса, который имеет глубокие корни. И этот процесс должен какое-то время продолжаться. Потом его активность будет значительно уменьшаться. И потом этот процесс постепенно-постепенно нейтрализуется. И еще один очень эффектный прием. Если вы чувствуете, что мысль, которая приходит к вам в голову негативна, не пытайтесь с ней бороться. Старайтесь переключиться на что-то позитивное. Например, если бы мне сейчас пришла в голову какая-то негативная мысль, у меня было бы два варианта начать ее развивать и подпитывать. И второе, ну, взять и посмотреть что-нибудь интересное. Взяв свой гаджет, набрав там что-то интересное, мотивационное, или даже заменив это на простое, но очень мощное, очень мощную практику, на простую, но очень мощную практику взаимодействия с водой. Я бы тогда сделал глоток воды, поблагодарил, естественно, эту структуру и поблагодарил за то, что у меня сейчас есть возможность с переключением мыслей низкочастотных на мысли высокочастотных. Я бы сейчас сфокусировался не на том, что мне пришло в голову, а, например, на том, что я пью чистую родниковую воду. Эта вода делает меня более гармоничным, здоровым, богатым духовным материалом. Это тоже навык. Постепенно, когда навык формируется, вы даже не будете замечать, что мысль, которая сначала пришла к вам в голову, мы говорим, что к нам в голову пришла какая-то мысль, была негативной. Это просто был импульс, который мгновенно был переключен на что-то более высокочастотное. Поэтому не боритесь с заселением негативных мыслей. Либо просто позволяйте им побыть, понимая, что эти мысли не есть вы, либо практикуйте замену мыслей низкочастотной на мысль высокочастотную. И как в любом случае, начинает формироваться новая устойчивая нейронная связь. И постепенно эти мысли, которые называются, которые вы сейчас считаете негативными, они уходят. И в то же время крайне важно понимать, то, что происходит в настоящий момент времени во Вселенной, является необходимым. С благодарностью примите этот процесс. Перестаньте делить вот то, что вы говорите плохое, на плохое и хорошее. Просто у этого есть разный уровень частоты. Это низкочастотная мысль, это высокочастотная мысль. И если сейчас ко мне приходит в голову низкочастотные мысли, я просто понимаю, что это естественный, закономерный процесс, и я обучаюсь поднимать свои вибрации, переключать свое внимание с одной группы мыслей на другую или просто позволять им существовать, не затрагивая мое внутреннее глубинное истинное «Я». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова